Всем привет! Судя по опросу, который я проводила в инстаграме, все хотят больше кружочков из нашей повседневной жизни, поэтому рассказываю. Только что у нас закончилась разминка в зале, перед нашей второй ледовой тренировкой, а прямо сейчас нас ждет взвешивание, так что пожелайте нам удачи, хотя уже поздно. Мы потренировались, сняли всем кружочки в телеграм, теперь у нас заливка. Майя, помаши! Не могу говорить, я в либле! Субтитры создавал DimaTorzok Мои основные тренировки на сегодня закончились, только что был второй лед, он прошел хорошо, поэтому я уставшая, но довольная. Сейчас я иду на заминку, потом у меня будет массаж и завтра выходной! Так что можете меня поздравить, идем! Решила показать вам все мои платья, в которых я соревновалась во взрослых. Это одна из моих самых любимых программ под саундтрек из фильма «Парфюмер». Здесь невероятно красивая спина с лепестками. Очень любила катать эту программу. Моя произвольная программа «Жар птицы», думаю, это платье с превоплощением все помнят, демонстрировать сейчас не буду. Это моя короткая программа прошлого года, очень трогательная программа и очень красивое платье, тоже очень любила, очень красивый цвет. Это моя произвольная программа прошлого года, вот такое вот нежное платье, усыпанное стразами. Это моя короткая программа этого года, в этом платье я откаталась буквально два старта по велительнице Бури, такое огненное платье. Затем мы поменяли короткую программу, как вы все знаете. Вот такое платье с множеством мелких деталей. И, конечно же, моя произвольная программа «Мастер и Маргарита». Очень люблю это платье, очень красивые цвета, интересная спина вот такая. Благодаря вашим вопросам я решила поностальгировать и достать все свои детские костюмы. Они все хранятся у меня дома обязательно. Это была моя первая программа «Розовая пантера», такое милое платье, поражаюсь, какое оно маленькое. Вторая моя программа «Семейка Адамс», вот такой вот брючный костюм у меня был. Затем у меня была короткая программа «Танго», здесь очень красивая спина, вся в стразах. Произвольная программа у меня была «Восток», вот такой вот красивый костюм. С ней я выиграла свою первую детскую Россию, так что очень приятные воспоминания. Вот это очень оригинальный образ у меня был «Индеец», это первая программа, которую мне ставил Данил Маркович. Здесь такие вот перышки. Вот, и вот это платье у меня под музыку Шопена была программа. Такое вот очень нежное и красивое платье. Я хорош тренер. И станцуем что-нибудь, станцуем. Всем привет, сегодня в Инстаграме я выкладывала свои детские выступления и рассказывала про них много интересного. Поэтому те, кто еще не видел, обязательно посмотрите. А для тех, кто уже видел, хочу спросить, какая программа из тех, что я выкладывала, вам понравилась больше всего? И узнали ли вы что-то новое из комментариев, которые я писала? Напишите, я обязательно прочитаю, будет очень интересно. Мы с мафией обязательно все посмотрим, да? Вот так сегодня проходит мой вечер. Хотела сказать, что я почитала ваши комментарии, узнала, какие программы вам больше всего нравятся. И мне это очень приятно читать, потому что для меня каждая программа особенная. И с ними всеми у меня связаны очень теплые и приятные воспоминания. Вот, еще я поняла, что многие все-таки не могут войти в Инстаграм, поэтому завтра я обязательно все выложу в Телеграм, все мои прокаты. Ждите. Никуда не уходите, я слежу. Кстати, по поводу фотографии, которую я выкладывала вчера. Еще в Инстаграме мне многие про нее писали, про мою классную прическу, а если быть точнее, то про челку. Думаю, что для многих, особенно девочек, это неудивительная история, когда берешь в руки ножницы и решаешь сам себе подкорректировать свою прическу. Но, насколько мне известно, многие это делают осознанно или с какой-то идеей. Я же просто занималась своими делами, увидела ножницы, ни секунды не раздумывая взяла прядь прям посередине и срубила ее под корень. Даже не особо интересовалась, что там получилось, продолжила дальше заниматься своими делами. На следующее утро мама, как обычно, заплетала меня на тренировку. Думаю, вы можете представить, что там было. Но я выбрала очень интересную тактику отрицания на все вопросы, что это, зачем ты это сделала. Я отвечала, что я ничего не знаю, я ничего не делала. Вообще без понятия, как так произошло. Вот такая интересная история. На сегодня мои тренировки уже закончились. Сегодня у меня по плану был только один лед, потому что вечером мы уже уезжаем в Саранск. Надо еще успеть вещи собрать. Вот, чемодан с коньками я уже собрала. Тут у меня салфетницы, кроссовки, скакалка, скотч. Здесь лежат всякие перчатки, силиконы, пластыри. Конечно же, коньки, напопник. Все взяла. Коньки я, кстати, поточила вчера, как обычно, за один день до отъезда. Вот, так что увидимся в Саранске. Смотрите и болейте за нас. Ну что, я уже иду к поезду. Соня, ты там как? Где? У нас, если что, первый путь. Поезд уже приехал. Ну что, я уже в поезде. Еду на Кубок Первого канала. Так что завтра в 7.05 я уже буду на месте. Саранск это, на самом деле, такой очень фигурно-катательный город, я бы сказала. Потому что в Саранске я уже выступала примерно раз 8. То есть я уже сбилась со счету. Вот, потому что когда я была помладше, то стабильно 3-4 раза в год мы ездили на соревнования в Саранск. Поэтому и сам город, и арена там уже были такие родные, знакомые. Но в этот раз мы будем соревноваться на новой арене. Так что на ней буду выступать в первый раз. Вот такие новости. Всем доброе утро. Я уже в Саранске. Заселилась в гостиницу. Разобрала вещи. Тут у меня косметички, весы. Здесь у меня висят мои соревновательные платья. Короткая программа. Произвольная. И кое-что еще. Та-дам! Давно вы не видели это платье. Вот. Тут у меня цветочки. Мне их подарили на вокзале. Большое спасибо. Чемодан с коньками. И снова я. Продолжение следует... Продолжение следует...